Всем привет! Сегодня у нас очередная серия гусиных историй. Давно уже не выходил в эфир с этим форматом. Очень жаль, этот формат мне очень нравится в целом. Надеюсь, что он понравится и вам. Самое оптимальное слушать его в машинке. Сидишь так в машинке. И не обязательно смотреть, просто слушаешь. Потому что история интересная, жизненная. Я сам люблю такое послушать, и поэтому надеюсь, понравится это слушать и вам. Первая моя история. Очень забавная история, за которую мне немного стыдно. Эта история произошла совсем недавно, когда мы решили установить в нашем офисе, как бы сделать зонирование территории, установить в офисе перегородки. Перегородки это внутриофисные такие стеклянные перегородочки для того, чтобы люди, когда разговаривали по телефону, друг другу не мешали. В общем, нашли на авито перегородки. По фоткам вроде нормальные, все нам понравилось. И решили эти перегородки, собственно, забрать. И для того, чтобы эти перегородки забрать, я попросил одного из своих сотрудников новых, помощника склада. Проблема в том, что помощнику склада уже, не знаю точно сколько лет, но уже больше 60 точно. И он как раз принадлежит такому поколению железных людей СССР, не боится никакой работы, ни от чего не отказывается, исполнительный. С компьютером не дружит, но все остальное присутствует прямо с лихвой. И говорю, Александр, прошу вас, пожалуйста, поехать и эти перегородки посмотреть, если они нормальные. Вот денежка заплатить. И вместе с водителем, который мы с водителем-грузчиком, то есть будет водитель и грузчик в одном лице, он к вам подъедет, в эти перегородки, в эту машину, там типа газельки, погрузите и привезете назад в офис. Отлично, окей, погнали. В общем, поехал он. Приезжает. В общем, поехал он туда. Приезжает примерно через полтора часа. Заходит сначала Александр. Я думал, Александр сейчас хватит приступ какой-то. Он весь красный, мокрый, с него пот идет. Он говорит, мне нужно присесть, мне нужно отдышаться. Думаю, что случилось? Что с Александром случилось такое? Он говорит, не, нафиг, давайте, берите перегородки эти, несите сами. Там газель до определенного момента к нам, серпантин может заехать, этаж один, нужно поднимать ее по такому как бы въезду, серпантин на машинке. Вот, и в общем на этаж ниже встала газель, он говорит, я хочу попить водички, отдышаться. Я думал, Александру еще чуть-чуть, и здесь сердечный приступ хватит. Думаю, что случилось? Перегородки вроде по картинке были такие, достаточно маленькие, компактные, их можно было взять, несложно. Спускаемся, в общем, с ребятами туда, брать эти перегородки. Я когда увидел эти перегородки, я вообще очень удивился. Эти перегородки были 7-10 сантиметров толщиной, высотой выше моего роста, они вот до потолка там практически 2,5 метрового доходят. То есть около 2 метров они были. Из двойного стекла, внутри жалюзи. Мы когда с парнем здоровым, что я достаточно молодой, здоровый человек, что мой партнер подняли, я офигел просто. Там буквально нужно было донести там этаж, достаточно удобно, при серпантине, я еле допер. И когда поставил на пол, просто с меня самого уже там 3 ручья сошло. Как Александр с этим водителем доперли, я просто не знаю. В общем, мы эти две перегородки туда затащили с горем пополам. И я подумал, что в следующий раз не нужно так эксплуатировать людей, несмотря на то, что они старые закалки, железные. Но самое главное, что человек не отказался. То есть сейчас вот возьми там человеку, вот самое такое вредное поколение, это там 35 лет. Это у него спина болит, это у него там то болит. Ты мне доплати там 100 рублей, я тогда потащу. А тут нет. Дали команду, дали распоряжение, распоряжение надо выполнять, хоть под танк, хоть что. Сдержанные таких парней можно править всей Азии. Да. В общем, пенсионный отрас повысили. Теперь такие люди у нас в строю, законно, можно брать, принимать на работу. Ну, не совсем еще повысили, но, скажем, планируют повысить то, что это случится. В общем, сомнений особо никаких нет. В общем, так. Планируйте и железные люди из комиксов Marvel уже на ваших рабочих местах. Вторая история, она о притеснении рабочего класса. То есть рабочий класс, особенно до недавнего времени, когда у нас очень много стран ближнего зарубежья было работников, это самый притесняемый класс по ремонту квартир. Ну, в общем, работали мы на одном объекте, на одной квартире. И там работали два парня, по-моему, они были из Узбекистана, точно не помню. Вот. Работали, конечно же, по патентам, никаких нелегалов. Нет, нет, вы что? Вот. И там мы делали ремонт квартирки. Этот объект вел не непосредственно я, а какой-то другой мой менеджер там вел. А я уже приезжал его закрывать. И на закрытии там произошла какая-то такая ситуация, и хозяин, как всегда, зачастую происходит, решил не доплатить денег. Сказал, что я вам платить не буду, что хотите, то и делайте, и до свидания. Ну, рабочие у меня, я в ситуации был особо не в курсе, рабочие там тоже как-то накосячили, он тоже как-то накосячил. Ну, думаю, ладно, все накосячили, значит, так должно быть, наверное. А рабочие при этом уже собрали инструменты, вышли за дверь, спустились вниз. Мы с ними там расплатились за вычетом того, что он недоплатил. Я уехал, через где-то час мне звонит хозяин квартиры. Говорит, Антон, что вы сделали? Я говорю, да что я сделал, ничего страшного я не сделал. Ваши рабочие хотят меня убить. Я говорю, как так? Они говорят, ну, они вот стоят сейчас у подъезда внизу, смотрят у меня на квартиру, звонят мне, говорят, выходи, мы тебя убивать будем. Мы вот рукой у горла показываем, что все, ему типа конец. Он говорит, я был неправ, признаю, я готов все деньги вам заплатить, отдать, лишь бы вы уберите своих людей. Ребята, вы собираетесь кончить его? Мы что, по-твоему, гангстеры? Я говорю, подождите, я этих людей не ставил, это чисто их инициатива-то. Вы же говорите, вы правы, значит, наверное, зря они так. То есть, пускай тогда едут домой, не надо там ничего. Нет, нет, я согласен, моя вина полностью, я был неправ. В общем, признал свою вину полностью, выплатил им деньги, я ему позвонил, они эти денежки у него там приняли, все окей, все нормально, и уехали там к себе работать дальше, а человек, кто остался в хорошем ремонте. Кто в этой ситуации был прав, кто виноват, я сейчас не берусь судить, я туда не погружался, честно говоря. Но ситуация разрешилась, разрешилась бескровным способом, уже хорошо. Третья история, это история о человеческой честности, о том, что если вы делаете ремонт квартиры, и у вас какие-то проблемы с ремонтом квартиры, то, знаете, ваши проблемы, это еще, скорее всего, не проблемы по сравнению с тем, что бывают у других людей. Эта история произошла с моим приятелем и мной. Вообще никогда лучше не беритесь там делать ремонт, или вообще любое дело, вы там что-то делаете, там мороженое продаете, и приятель там говорит, можем мне отведать твоего мороженого. Лучше даже в этом случае не связываться. Может, ему не понравится, еще что-то. А уж когда дело касается каких-то глобальных вещей, там ремонт квартиры или там машину вашу старую хочет приятель купить, нет, это надо открещиваться сразу, это номер не пройдет. Всегда провальный вариант, испортить только отношения. Но в этот раз я поставил на своем приятелю лучших рабочих. Я же знал, на что иду, своим лучше не делать, но при этом помочь хотелось. И действительно, ремонт квартиры сделали просто отлично. Мы сдали в срок, это была трехкомнатная квартира, и всем были все довольны. Мы там с тортиком разошлись. Один момент. Всего лишь один момент, как всегда. Это как в фильме «Джанго освобожденный». То есть все сделка, пожали руки, но всего лишь один момент в конце концов остается. Одну минуту, доктор! Что? Здесь на юге есть обычай. После заключения сделки стороны обмениваются рукопожатием. Это был кран на стиральной машинке. Он хотел, чтобы кран стиральной машинки у него был не внизу, или вообще его может не быть, а был наверху. И для того, чтобы когда стиральная машинка, она выключается, считается, что лучше закрыть, чтобы когда там перепад давления в трубах на стиральную машинку это деструктивного воздействия не оказывало. Он говорит, сделай, пожалуйста, наверху. Я говорю, ладно, сделали этот кран наверху. В общем, я уезжаю. На следующее утро случается страшное. Мне звонит приятель и говорит, все, пипец, всю нашу новую квартиру, а мы ремонт сдали тогда полностью. То есть все, пожали руки, разошлись. Все, все довольны. Меня все, говорит, залило. Я здесь в этой квартире сижу, по колену в воде. Приезжай, блин, что за херня, будем разбираться. Я, в общем, все бросаю, все дела. Беру рабочих, туда устремляюсь. Это был там ближайший подмосковный город, не Москва. Начинаем разбираться. Приезжаю, там вообще просто трэш и оврал. Вода стояла практически по коленам. Думаю, отчего это случилось. Не могло, там делали качественные трубы и все. Весь ламинат новый, который там был, все это на помойку, все это вздулось. Все это уже начало пахнуть сыростью. Это значит, плесень будет. В общем, весь пол надо было перекладывать. Оказалось, что он решил, что кранчик там то ли не в том месте, то ли что. И решил его взять и немного переделать, то есть самостоятельно. И, видимо, он там что-то неправильно подкрутил, что-то неправильно сделал. И кранчик, в общем, этот сорвало. И вся вода, которая была в трубах, она вся вылилась на него. Еще соседу снизу там досталось по полной. И что сделал мой приятель? Мой приятель, честно, признался в том, что он этот кран трогал, переделывал сам. То есть, если бы он в тот момент сказал, что это виноваты мы, он бы вполне мог сказать. И, скорее всего, я бы не смог догадаться, что это его вина, а не наша. А он сказал это честно, и, в общем-то, ламинат, который был испорчен, оказался на его кошельке, на его кармане, а не на нашем. Мы поспособствовали тоже, по-моему, бесплатно его там положили или там как-то вот как-то решили. Но факт того, что честные люди есть, они встречаются, даже среди наших знакомых встречаются периодически, что радует. Так что, знаете, не все, с кем приходится иметь дело, там полные говняки, уроды и так далее. То есть, некоторые люди попадаются такие, что с ними приятно работать. То есть, если человек меня этот слышит, Серега, спасибо, ты сделал хороший поступок, я помню это до сих пор. Так что, делайте хорошие поступки. А на этом у меня все. Я приехал как раз. Сегодня хорошая погода, отличное настроение. Желаю вам успехов, удачи в бизнесе. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать колокольчик вот этот внизу в углу, для того, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. И до новых встреч, пока. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать то-сё-так, как делает старуха, по-гличке Шапухляк. Как делает старуха, по-гличке Шапухляк. Кто-лю...